Скажи нет наркотикам. Круглый стол на эту тему состоялся в областном центре. В ходе него молодежи рассказали о вреде и последствиях наркомании. Радъяснили необходимость избегать веществ, изменяющих сознание. Наркотики наносят удар не только по здоровью человека, но и по его будущему. На мероприятии был показан специальный короткометражный фильм. В нем рассказывается о коварных действиях преступников, о необходимости держаться подальше от запрещенных веществ и не ступать на скользкую дорожку. В свою очередь, члены молодежного клуба «Зердели Орпак» подготовили театрализированное представление. Таким образом, они выражают свою поддержку сильному и свободному от наркотиков Казахстану. Ведь только здоровое поколение может внести свой вклад в развитие страны. Наш театр занимается освещением остро-социальных проблем, таких как наркомания, алкоголизм, лудомания путем театра. Через театральные постановки зритель может прочувствовать, каково это быть наркоманом, что чувствуют друзья алкоголиков, что чувствуют его близкие. Да, в первую очередь, наркоманов и закладчиков в наше время очень много среди молодежи. И, возможно, одной из причин является то, что дети не совсем понимают, насколько это плохо через скучные лекции, или через статьи какие-либо. А театр может помочь им понять, что это такое. Приглашенные спикеры поделились своими мыслями о проблеме дистанционирования молодежи от этой болезни. На сегодняшний день проблема вовлечения подростков и молодежи в наркосреду очень актуальна. Она актуальна как для нашей области, так, в принципе, и для республики в целом. Необходимо как нам, правоохранительным органам, так и другим государственным ведомствам проводить различные мероприятия. В этом плане мы очень тесно сотрудничаем, привлекаем неправительственный сектор. С учетом интересов молодежи и подростков мы выбираем, наверное, различные методы и формы проведения профилактики. Даже сегодняшнее мероприятие, вот круглый стол, как бы он, наверное, больше акцентирован на молодежь. То есть мы можем как представители, как специалисты выступить, сказать свою точку зрения, но в первую очередь нам важно знать, что об этом думает сама молодежь. По статистике, ежегодно количество молодых людей, которые связываются с наркотиками с целью легкого заработка, не уменьшается, говорят специалисты. С начала года были задержаны два подростка. В настоящее время ведется расследование. Мадина Яхудинова, Самал, Искакова, Алишер Шукубаев, Кокщахбарат.